всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о медведях что мы знаем о них с детства все знают что михаил потапыч косолапый живет в лесу в берлоге очень любит мед зимой впадает в спячку и сосет лапу и почти всегда в авторитете не только у зверей но и у людей а если верить кинематографу свободное время дружит со свиньями и играет на разных музыкальных инструментах а ближайший черно-белый родственник занимается единоборствами а совсем белый живет на северном полюсе так если мишки такие одаренные разные как не поговорить о них поподробнее где живут чем питаются и сколько у них на самом деле родственников нам обязательно надо с этим разобраться здесь и сейчас поехали медведи или медвежьи это семейство животных которые относятся к хищным млекопитающим плотоядные так еще называют представители этого многочисленного отряда происходят они от древних существ которые внешне очень напоминали куниц назывались такие животные миоцидами и обитали на нашей планете палеоценовую эпоху то есть более 60 миллионов лет назад предком собственно медведей считают небольшого зверька который размерами был похож на енота и жил на территории нынешней европы примерно 20-30 миллионов лет назад первые медведи которые внешне уже мало чем отличались от современных появились на земле как считают ученые примерно 5-6 миллионов лет назад позже приблизительно два с половиной миллиона лет назад появились этрусские медведи эти животные отличались более крупными размерами и обитали в европе азии а также в северной части африки найденные во время раскопок кости и черепа древних хищников позволили зоологам предположить что именно этрусские медведи являются предками современных видов барибала или черного медведя и гималайского животные еще более крупных размеров жили на нашей планете около двух миллионов лет назад от этих огромных зверей произошли пещерные медведи которые населяли материк евразию и исчезли примерно 15 тысяч лет назад а самый крупный медведь когда-либо обитавший на земле гигантский короткомордый вдвое превосходил в размерах современных представителей этого семейства огромный хищник охотился на копытных в прериях северной америки правда на наших дней он не дожил короткомордый медведь вымер 12 тысячелетий назад о многих вымерших представителях семейства ученым мало что известно зато происхождение слова медведь ученые не нужны нетрудно догадаться что слово медведь образовано от слова мед любимого лакомства хищников название этого зверя можно объяснить и так тот кто ест мед или тот кто ведает где мед в медвежьем семействе ученые зоологи выделяют несколько отдельных видов которые зачастую не похожи друг на друга но все-таки имеют и немало общего и хотелось бы о каждом виде поговорить поподробнее раз видео медведях и их не так уж и много белый медведь бурый американский черный гималайский медведь губач малайский медведь очковый южноамериканский медведь и панда и начнем мы с самых северных широт бескрайние просторы арктики с ее суровым климатом низкими температурами длительными зимами и продолжительными полярными ночами мало пригодны для жизни но именно этот край стал домом для самого крупного представителя семейства косолапых белого медведя северный ледовитый океан с множеством необитаемых островов северная часть евразии и североамериканского континента вот его стихия целыми днями мишка путешествует на огромных плавучих льдинах по безбрежным водным просторам или же кочует по суше преодолевая большие расстояния у этого хищника есть и другие названия его именуют северным полярным морским местные народы зовут этого зверя ашкуй или нанук размером белые медведи превосходит не только представителей своего многочисленного семейства но и всех наземных хищников нашей планеты только представьте эти северные животные могут достигать длину трех метров и весить тонну такие исполины обитают на островах берингово море в основном же средний вес медведей около 450 килограммов а высота примерно 2 метра самки легче самцов и весят около 300 в отличие от других косолапых у белых медведей длинная шея и небольшая плоская голова заостренной мордой который хищник с легкостью рассекает воду глаза нос и уши располагаются на голове намного выше чем у других видов медвежьих поэтому эти органы чувств всегда находятся над водой когда животное плавает нос и губы у них черные лапы этого северного зверя толстые короткие и сильные а на них очень острые когти которыми удобно раскапывать снег и удерживать пойманную добычу широкие удлиненные ступни позволяют медведю свободно ходить по глубокому снегу и не проваливаться а еще ступни этого хищника покрыты шерстью поэтому он с легкостью передвигается по скользкой ледяной поверхности когда медведь плавает задние лапы служит ему своеобразным рулем а передние веслами наверняка у многих из вас возникает вопрос как же белые медведи выживают в таких суровых северных условиях почему им не холодно все дело в том что эти хищники обладатели шикарной густой шубы она устроена таким образом что воздух задерживается в шерстинках и мех становится более теплым еще одно объяснение того почему белый медведь не замерзает наличие толстого слоя иногда до 15 сантиметров подкожного жира которые спасают косолапого от сильных холодов кстати белый медведь совсем не белый на самом деле его кожа черная и шерсть белого медведя оказывается не белая она на самом деле прозрачная маленькие волоски отражают солнечный свет и создают иллюзию белоснежного как снег цвета хоть и считаются все представители семейства медвежьих наземными животными но вот применительно к белому медведю об этом можно говорить весьма условно ведь большую часть времени эти огромные хищники проводят в воде а на сушу выбираются лишь изредка чтобы отдохнуть или вдоволь поваляться в кристально чистом снежке а потом снова отправляются на большие плавучие льдины легко перебираясь с одной ледяной глыбы на другую они ловко перескакивают через трещины иногда достигающие трех с половиной метров в ширину белые мишки отличные пловцы и без труда проплывают в ледяной воде большие расстояния порой развивая скорость до 6 километров в час к тому же они прекрасно ныряют и могут находиться под водой до двух минут как утверждают ученые эти неутомимые путешественники нередко уходят за 100 километров от берега а про кого говорят что он мохнатый бурый косолапый в дремучем лесу живет громко рычит зимой лапу сосет но конечно же речь о самом популярном герое загадок сказок песен мультфильмов и книг буром медведи который еще называют просто обыкновенным и действительно этого могучего хищника можно смело назвать самым известным представителем медвежьего царства когда-то бурые медведи населяли многие европейские территории северо-запад африканского континента а также восточную часть земного шара вплоть до японии но за последние несколько десятилетий в прежних местах обитания этих огромных животных уже не встретить сегодня бурые медведи живут финляндии скандинавии в некоторых лесах центральной европы в альпах и карпатах частично на территории азии в россии бурые мишки облюбовали для жизни леса сибири урала дальнего востока чукотку а также полуостров камчатку в настоящее время ученым известно большое количество подвидов этих косолапых хищников которые могут сильно различаться окрасом и размерами так например самые маленькие медведи обитают в европе а самые крупные на аляске и камчатке вес этих мохнатых великанов 500 и более килограммов известен факт что на аляске на острове кодьяк поймали медведя массой 1134 килограмма средней полосе россии вес этих хищников редко превышает 600 традиционные места обитания косолапых глухие непроходимые леса с густыми зарослями кустарников и деревьев буреломы горные лесные массивы и тундры бурый медведь это крупный зверь с мощной головой маленькими ушами и глубоко посаженными глазами из-за которых животные кажутся добродушными и миролюбивыми но впечатление обманчиво стоит помнить что этот хищник один из самых больших и грозных на планете около холки так называется наивысшая точка на теле животного которая располагается на позвоночнике между лопатками есть горб это по сути мускулы при помощи которых звери могут наносить сильные удары массивное тело косолапых покрыто густой длинной равномерно окрашенной шерстью ее цвет зависит от того где обитает животное чаще всего он буры отсюда и название медведя однако встречаются отдельные особи соломенно-желтым светло-палевым окрасом вплоть до темно-коричневого и почти черного в отличие от белых которые питаются исключительно мясом по большей части в меню бурых мишек как и почти всех представителей медвежьего мира входит растительная пища трава молодые побеги лесные ягоды и конечно мед любимое лакомство косолапых не прочь отведать они и личинок насекомых на крупных зверей охотятся очень редко иногда нападают на молодых копытных оленей косуль лани показывая на охоте недюжинную силу проворство и способность долгое время без устали преследовать добычу могут пообедать птицами и мелкими животными яйцами мышами сусликами если бурые хищники придут утолить жажду какой-нибудь речушки то обязательно порыбачат и с удовольствием съедят свой улов кстати рыбаки они отличные ловки и быстрые на дальнем востоке на камчатке летом и осенью можно наблюдать как медведи охотятся за лососем ведь каждый бурый мишка знает что скоро зима и есть будет нечего и надо хорошо подготовиться а чтобы подготовиться необходимо сделать энергетические запасы и тут не до беспокойства о своей фигуре главная цель накопить побольше подкожного жира в зимние месяцы пищи часто не хватает ее может быть недостаточно для того чтобы гулять беззаботно по зимнему лесу и поэтому медведи съедают большое количество пищи когда она доступна затем когда ее нет они впадают спячку чрезмерное употребление пищи перед спячкой называется гиперфагии гиперфагия необходимо перед периодом спячки потому что необходимо создать достаточные запасы энергии чтобы животное продержалась период покоя поэтому до поздней осени они наедают жирок медведи одни из немногих животных которые способны зимовать то есть периодически погружаться в глубокий сон чтобы пережить суровую зиму время года когда корма становится крайне мало как и остальные животные медведи должны удовлетворять свои потребности в пище воде поэтому необходимо найти способ сохранить свои запасы энергии на время сна механизм зимней спячки у медведей сложен и не до конца изучен но считается что он связан с изменениями физиологии животных во время зимней спячки медведи снижают температуру тела сердечный ритм и процесс обмена веществ они также перестают питаться и пить воду на протяжении многих месяцев важным фактором выживания медведя во время спячки является их жировой слой который они накапливают в течение летнего периода жир служит для них источником энергии во время зимней спячки а также защищает от потери тепла например у бурого медведя жировой слой может составлять до 11 сантиметров толщины кроме того медведи выбирают для своих берлог места которые обеспечивают им теплоизоляцию и защиту от холода и ветра это могут быть норы в земле берлоги пещеры щели в скалах или просто плотные заросли тем не менее зимняя спячка не является полным отключением животных от окружающего мира например некоторые медведи могут периодически просыпаться на короткое время чаще во время оттепели чтобы размяться попить немного воды или даже пойти подкрепиться иногда случается что из-за нехватки корма медведь не успевает за осень как следует откормиться поэтому среди зимы тоже просыпается а иногда и не залегает в берлогу вовсе и начинает бродить в поисках пищи таких медведей называют шатунами шатуны очень опасны ведь голод не тетка он делает их беспощадными хищниками они нападают на все что движется и шансов дожить до весны у таких медведей очень мало кто-то спросит шатун понятно голодный поэтому и злой а есть же еще огромные опасные медведи гризли кто такие и где живут давайте о них поговорим на территории северной америки а точнее в северных штатах сша и канады обитает вид медведя которого назвали гризли несколько столетий назад во время великих географических открытий англичане попали в северную америку там они и встретили необычного медведя шерсть которого была серой вот поэтому и получил свое имя гризли который означает серый медведь он практически ничем кроме цвета шерсти не отличается от бурого медведя который проживает в евразии если внимательно присмотреться то шерсть мало напоминает серый цвет так как она бурого цвета так что это обыкновенный бурый мишка с проседью а насчет размеров слухи преувеличены те же кодиаки подвид бурого медведя обитающий на острове с одноименным названием крупнее гризли а средний вес самцов гризли до 400 килограммов самки вдвое меньше разобрались кто такие гризли но мало кто знает что существует пизли пизли это гибрид бурого и белого медведя также еще этих медведей называют гралар на нулак или полярный гризли или окнук этот межвидовый гибрид был получен не только в неволе но и в природе хотя эти генетически похожие звери в природе стараются не сталкиваться на одной территории и занимают разные экологические ниши гризли обитают на земле а белым медведям больше по душе лед и вода в связи с этим окнуки чаще всего встречаются в зоопарках в 2006 году на острове банки в канаде американский охотник подстрелил такого гибрида первым понял что это медведь выглядит странно связи с этим труп медведя отправили в британскую колумбию чтобы идентифицировать животное это был первый зафиксированный случай появление гибрида в условиях дикой природы после изучения днк медведи отнесли к полярным гризли который был рожден в естественных условиях такие гибриды случались и ранее но в те времена еще не проводился анализ днк у полярных гризли густой мех кремово белого цвета как и у белых медведей когти длинные спина горбатая пятна возле носа и глаз и задняя часть как у гризли в природе появление окнуков было зафиксировано три раза с таянием льдов белым мишкам все чаще приходится заходить в гости к своим собратьям с большой земли они уходят от воды на сотни километров а бурые наоборот идут на север из-за вырубки лесов так виды которые раньше избегали друг друга стали видеться чаще ну а там и до чашечки чая с порцией кекса недалеко гибрид белого и бурого медведя в 2006 году наделал массу шума но окнук в 2010 году стал еще более известным после изучения днк стало ясно что матерью этой особи был гибрид а отцом обычный медведь гризли департамент охраны окружающей среды официально заявил что был обнаружен первый гролар во втором поколении в дикой природе было решено назвать гибридов пизли и нанулаки если матерью становится гризли а отцом полярный медведь и назвать гролар или окнук когда матерью является белая медведица а отцом гризли и пока на далеком севере медведицы решают кто появился на свет гризли или пизли мы перенесемся в гималай ведь там можно увидеть необыкновенно красивых медведей которые называются гималайскими у этих представителей большой медвежьей семьи есть и другие названия белогруды или белогрудки черные азиатские уссурийские черные гималайские еще одно название лунные косолапые получили из-за необычного узора на груди белого а иногда и желтоватого пятна форме латинской буквы в похожего на полумесяц или крылья парящей птицы эти медведи обитают в районах где много густой растительности лесах с влажным климатом на возвышенностях во вьетнаме пакистане корее афганистане да и в россии они присутствуют на дальнем востоке в хабаровском и приморских краях на юге дальнего востока заходит северная оконечность его ареала где живет под вид уссурийский гималайский медведь отличающийся от южных сородичей чисто черным густым мехом и более крупными размерами речные долины предгорья с дубравыми и дремучими кедровыми лесами излюбленное место этих некрупных хищников а когда их начинает донимать гнус косолапые спасаются от надоедливых насекомых в местах хорошо обдуваемых ветром горных вершинах и безлесых хребтах гималайцы не относятся к тем представителям медвежьего мира которые могут похвастаться габаритами это некрупные звери которые весят в среднем 120 140 килограммов и в длину не превышают 150 170 сантиметров самки еще мельче в целом гималайские медведи внешне очень похожи на бурых но отличаются от них более стройным телом заостренной мордой и плоским лбом а большие торчащие уши придают косолапым причудливый вид на лапах короткие но острые сильно изогнутые когти помогающие животным ловко лазить по деревьям когда мишка идет то может показаться будто он поджимает заднюю часть тела потому что спереди туловище медведя гораздо массивнее чем сзади у медведей этого вида отличное обоняние даже лучше чем у собак стоя на каком-нибудь пригорке мишки водят носом в разные стороны и безошибочно узнают где растут деревья изобилующие плодами слуху гималайских медведей тоже достаточно хороший а вот видят мишки не очень хорошо однако зрение у них получше чем у бурых представителей медвежьего семейства шуба гималайцев мягкая густая и короткая переливающиеся при солнечном свете по бокам шеи на загривке мех образует своеобразный пышный воротник окраска шерсти очень красивая чаще всего черная и блестящая но можно встретить этих зверей в буроватом или даже рыжеватом наряде лунные медведи по большей части вегетарианцы основная их пища травянистые растения и всевозможные плоды желуди орехи ягоды изменю животного происхождения гималайцы предпочитают насекомых и их личинок однако косолапые этого вида которые живут в тропических лесах часто не прочь разнообразить свой рацион птицами и их яйцами присмыкающимися мелкими животными ранней весной когда еще нет травки выбравшиеся из берлоги голодные звери бродят в поисках прошлогодних желудей и кедровых орешков или из трухлявой древесины выковыривают жуков караедов кстати не только гималайские медведи черные еще один вид обитает в северной америке аляска почти вся территория канады и сша центральная западная мексика вот области которые облюбовали для жизни черные медведи или как их еще называют барибалы на сегодняшний день известно 16 подвидов барибалов в средневековой европе черные медведи были довольно обычным явлением но со временем их полностью уничтожили так что к большому сожалению европейцев сегодня в этой части света их не встретить черные американские медведи не очень крупные животные по сравнению с теми же бурыми косолапами но отличаются от них более острой мордой и длинными лапами заканчивающимися короткими ступнями взрослые самцы барибалы не превышают длину и двух метров а весят среднем не более двухсот пятидесяти килограммов размеры самок и того меньше хотя встречались гиганты масса которых превышала 360 килограммов но это конечно исключение у черных мишек длинные круглые уши около 8 сантиметров а вот хвост короче чем у бурых примерно 10 12 существенным отличием между двумя североамериканскими косолапами соседями является отсутствие плечевого горба который есть у гризли этих медведей потому и называют черными что их блестящий короткий мех как правило равномерно окрашен в черный цвет лишь конец морды и иногда грудь животных украшает пятно чаще всего бежевого светло-коричневого и даже белого оттенков тем не менее встречаются барибалы голубовато-черные темно-бурые и шубой других оттенков причем усанки одновременно могут появиться медвежата разных окрасов а вот леса на западе канады населяют очень необычные представители этого вида медвежьих с белым или кремовым нарядом их называют кермодские медведи или кермоды выборе пищи черные мишки не отличаются от своих собратьев по семейству их меню в большей степени состоит из растительной пищи желудей лесных и грецких орехов кизила рябины и толокнянки или медвежьи ягоды а также земляники ежевики малины клюквы и черники барибалы просто обожают мед если косолапый учуя тули в дупле дерева он не двинется дальше не обращая внимание на разъеенных пчел и укусы этот сладкоежка обязательно доберется до любимого лакомства питаются черные медведи и насекомыми муравьями их личинками с приходом весны основным блюдом голодных после зимнего сна барибалов становятся травы только-только появившиеся после таяния снега этих косолапов считают отличными пловцами рыболовами рыбачат они в основном ночью ведь днем лосось может заметить смолисто-черного зверя и тот останется без улова если представится случай звери нападают на некрупных животных например на дикобраза если до этого виды медведи были достаточно крупными и даже опасными то дальше речь пойдет о более добродушных животных которые также являются медведями на территории индийского полуострова живет очень необычный представитель медвежьего мира внешний вид и образ жизни которого отличаются от других косолапых медведь губач получил такое название благодаря большим губам он известен и как муравьед давайте попробуем разобраться чем же эти мишки так необычны и почему заслужили такие причудливые имена живут медведи-губачи в южной азии в индии на полуострове шри-ланка а также у народной республики бангладеш государствах пакистан бутан и непал излюбленные места их обитания тропические и субтропические леса косолапые стараются выбирать для жизни холмистую местность а вот сырые низменности и горные районы и не жалуют весят такие медведи немного в среднем около 100 115 килограммов причем самки более чем на треть легче самцов в длину эти косолапые вырастают около 180 сантиметров а еще 10 12 сантиметров прибавляет хвост в общем-то облик губачей типично медвежий мощное тело большие лапы и голова как-то так получилось а может быть им и самим понравилось что одним из любимых блюд этих косолапых стали термиты и муравьи поэтому морду у медведей губачей отдаленно похожи на морду муравьедов необычных животных обитающих на южноамериканском континенте и также питающихся насекомыми у них голая удлиненная мордочка с большими ушами и сильно выпячивающимися губами который образует нечто похожее на хоботок зубы у губачей не очень потому что питаются животные по большей части насекомыми а два верхних передних риса и вовсе отсутствуют они выпадают в детстве зато есть длинный язык при помощи которого медведи добывают пищу лапы тоже похожи на конечности муравьедов большие широкие с очень длинными острыми когтями по форме напоминающими серп с их помощью медведи-муравьеды разрывают термитники и достают любимое лакомство губачи обладатели длинной лохматой шерсти которая на шее и плечах образует нечто похожее на взъерошенную гриву шуба у этих мишек черного цвета иногда кое-где могут проглядывать рыжеватые серы или коричневые волоски кончик морды у них грязно-серый а грудь украшает светлое пятно не прочь отведать косолапые и разные растительности птицы их яиц плодов фруктовых деревьев цветов мед также излюбленная пища медведей губачей тут они не отличаются от своих собратьев чтобы им полакомиться лохматые сладкоежки взбираются на высокие деревья в поиске пчелиных гнезд а представьте себе медведя размером с крупную собаку трудно но тем не менее такие косолапые существуют называют их малайскими или беруангами места обитания этих некрупных хищников северо-восток индии индонезия таиланд остров барнео и полуостров индокитай для жизни малайские медведи выбирают как правило горную местность и равнины тропических и субтропических лесов беруанги самые маленькие в медвежьем царстве их длина всего около полутора метров плюс 7 сантиметров хвоста а вес редко превышает 65 килограммов самцы не намного крупнее самок примерно на 10 20 процентов у представители этого семейства медвежьих удлиненное немного нескладное тело толстая голова с короткой широкой мордой небольшими круглыми ушками и маленькими глазками которые не очень хорошо видят зато нюх и слух у малайских мишек отличные отличительная особенность беруанга необыкновенно длинный и липкий язык достигающий 20 25 сантиметров для чего он ему а для того чтобы без труда добывать свое любимое лакомство мед проникая в пчелиные ульи с помощью мощных лап с голыми ступнями и очень длинными серповидными когтями беруанги ловко лазят по деревьями вообще из всех представителей медвежьего мира они это занятие любят больше остальных на языке местных народов название этого медведя означает тот кто любит сидеть высоко очень интересно наблюдать как беруанг ходит все лапы животное поворачивают внутрь вот уж кто на самом деле косолапый так это беруанг малайские медведи отличаются от других очень короткой гладкой и жесткой шубкой эти звери живут в теплых странах поэтому и длинный мех им ни к чему цвет шерстью беруангов черный лишь на морде его разбавляет желтоватый оттенок у некоторых особей светло коричневыми могут быть и лапы благодаря светлому пятнышку на груди животного в котором усмотрели форму восходящего солнца этого небольшого хищника называют солнечным медведем в рацион беруанга входят как продукты животного происхождения так и растительная пища питаются малайские медведи ягодами корнями и побегами плодами деревьев например бананами пальмовыми ростками и кокосовыми орехами твердую скорлупу которых они раскалывают сильными челюстями меню этих осолапых составляют также земляные черви и насекомые ящерки птицы и мелкие грызуны своим длинным языком беруанг ловко добывает мед кстати он не проще полакомиться не только сладким кушаньем но и самими пчелами по этой причине его называют еще медовым медведем не брезгуют малайские мишки и остатками пищи которые не доели тигры если беруанги оказываются не подалей год населенных районов то могут разворошить мусорные отходы в надежде найти там что-нибудь съедобное а еще совершают набеги на фермерские плантации а высоко в горах южноамериканского континента обитают удивительные медведи с довольно необычной внешностью называются они очковыми это единственные представители многочисленного медвежьего семейства которые дожили до наших дней на этом материке на черной или темно бурой морде животного вокруг глаз четко обрисованы светлые желтые или даже белые круги глядя на зверя создается впечатление что он как будто бы надел очки вот отсюда такое причудливое название однако не все южноамериканские медведи носят очки у некоторых косолапах такого украшения нет из-за миниатюрной морды этих животных называют еще коротколицами или же медведями ант последнее название косолапые получили потому что для жизни выбирают горные леса расположены на высоте около 3000 метров над уровнем моря где для них много пищи встретить очковых медведей можно на лугах и в саваннах поросших кустарниками а вот открытых территорий где трудно спрятаться от посторонних глаз эти животные избегают современные южноамериканские медведи не могут похвастаться внушительными размерами величины они средней при длине туловища около 150 180 сантиметров самцы этих представителей медвежьего мира весят примерно 140 килограммов а самки почти вдвое меньше около 70 высокими очкариков тоже нельзя назвать их рост не превышает и метра а вот туловище у этих животных мощная коренастая с маленьким хвостом на морде очковых медведей которая намного короче чем у других видов косолапых маленькие круглые глаза темного цвета а на большой голове такой же формы уши однако лапы довольно длинные с острыми когтями которыми очень удобно рыть почву в поисках пропитания шуба у очковых медведей красивая густая лохматая черная как смоль или же с буроватым оттенком иногда два светлых кольца очки вокруг глаз спускаются вниз горлу и соединяясь образуют на груди красивые узоры любимые лакомства очкариков и здесь они не отличаются оригинальностью мед кукуруза и сахарный тростник чтобы их отведать мишки частенько наведываются на поля чем очень сердят фермеров кроме этого южноамериканские косолапые не отказываются от насекомых муравьев и термитов которых они достают разрывая землю острыми как бритва когтями но все-таки эти звери хищники а значит хоть изредка но животная пища в их рационе присутствует как правило добычей служит мелкие грузины мыши и кролики иногда косолапые разоряют птичьи гнезда а косолапых обитающих в южной америке ученым зоологам известно очень мало однако по их мнению эти животные вторые во всем семействе после больших панд чей рацион практически полностью на 95 процентов состоит из растительной пищи и раз мы упомянули панд давайте про панд в горных районах центрального китая обитают симпатичные животные с характерными черными очками вокруг глаз это большие панды еще их называют бамбуковыми медведями вероятно из-за того что излюбленным лакомством этих удивительных зверей являются стебли листья и побеги молодого бамбука большие панды настолько необычны что долгое время их считали то медведями то гигантскими енотами из-за большого сходства с обоими этими животными а некоторые ученые и вовсе выделяли панд в самостоятельное семейство итог спором долгое время продолжавшимся среди ученых о месте панд в мире животных подвел австралийский палеонтолог тениус он провел несколько исследований и доказал что на самом деле эти звери являются медведями после открытия сделанных тениусом большие панды заняли свое место в медвежьем семействе считается что из всех современных косолапых ближайший родственник панды именно очковый медведь который живет в южной америке вероятно обоих этих видов общий предок хоть этих представителей семейства медвежьих и называют большими пандами но на самом деле это не очень крупные животные чем-то напоминающие плюшевую игрушку длина их тела до полутора метров а масса в основном не превышает 130 килограммов этот удивительный представитель косолапых обладатель длинного хвоста которую отдельных особей достигает 15 сантиметров это отличает панду от других медведей у зверя массивное тело голова с затупленной мордочкой большие уши толстые короткие лапы с острыми когтями на подошвах и пальцах имеются гладкие подушечки с помощью которых животное удерживает бамбуковые стебли а передними лапами отламывает молодые побеги и лакомятся листочками еще одно отличие панда других видов медведей присутствие шестого так называемого большого пальца наряду с пятью обычными это полезное приспособление позволяет животным ловко управляться даже самыми тонкими бамбуковыми побегами весьма интересен окрас шерсти больших панд основной белый цвет шерсти этих медведей разбавляют черные пятна на ушах плечах и лапах а также вокруг глаз густой черно-белый наряд согревает зверей в холодное время благодаря черным очкам и привлекательному внешнему виду панды узнаваемые и любимы во всем мире живут эти звери в горных лесах густо поросших бамбуком на высоте от 1200 до 4000 метров спускаться ниже они могут лишь с наступлением холодов чтобы не замерзнуть и добыть пропитание несмотря на то что больших панд относят хищным животным как и всех представителей медвежьего семейства с уверенностью можно утверждать что эти звери вегетарианцы в их меню присутствует по большей части растительная пища вообще панды очень любят поесть значительную часть времени они только и делают что с удовольствием поглощает свой любимый бамбук но делают это мишки не потому что обжоры просто такая пища не очень питательна и для поддержания веса этим зверям ее необходимо очень много 30 килограммов ежедневно к тому же переваривается еда в желудках панд не так хорошо как у других травоядных животных и только около 15 процентов и усваивается организмом природа наделила черно-белых мишек сильными челюстями и крупными зубами благодаря которым животные легко расправляются с жестким волокнистым бамбуком кроме него панды с удовольствием поедают грибы луковицы например шафраны или ириса траву и цветы корни и корешки других растений иногда эти звери не прочь полакомиться некоторыми насекомыми и очень редко яйцами птиц рыбой а также мелкими млекопитающими и падалью а вот воды пьют бамбуковые медведи совсем мало потому что всю необходимую влагу получает из сочных стеблей любимого ими растения тем не менее если на их пути встретится речка или другой водоем они обязательно утолят жажду большие панды отлично лазят по деревьям однако им больше по душе наземный образ жизни а еще не хорошие пловцы но не очень любят купаться наибольшую активность эти медведи проявляют в темное время суток а днем отдыхают где-нибудь в укромном местечке например среди скал или в дуплах деревьев зимой они впадают состояние которые напоминают спячку но настоящей спячкой характерные для бурых медведей ее назвать трудно скорее это непродолжительный сон ведь пандам необходимо все время что-то жевать поэтому и броют они по замерзшему лесу а плотный мех спасает их от холода и если есть большая панда скорее всего есть и мало все верно малая панда или кошачий медведь как и большие панды малые красные панды это вид питающийся бамбуком и обитающий высоких лесах азии хотя у этих двух животных есть общее имя любимая еда они не являются близкими родственниками западные ученые описали красных панд за 50 лет до описания больших панд и назвали черно-белого медведя в честь меньшей красной панды из-за их общих характеристик таких как любовь к бамбуку и дополнительный палец называемый псевдо большим пальцем но последние исследования поместили красных панд в их собственное таксономическое семейство пандовые то время как большие панды принадлежат к семейству медвежьих а в австралии живут коалы животные внешне очень напоминающие медведи многие часто называют обитателей далекого континента медведями коала однако такое мнение ошибочно ничего общего эти звери не имеют и относятся к совершенно разным семейством и на данный момент медведи симпатичные большие звери населяющие нашу планету и обитающие почти во всех частях света и насколько удивителен и не повторим мир косолапых мы выяснили что медведи очень похожи между собой как внешне так и образом жизни поведением однако нередко не сильно различаются размерами цветом шубы и кулинарными пристрастиями что любят больше а чем вынуждены кормиться лишь в случае крайней необходимости и сложно представить что такие великаны предпочитают питаться растениями ягодами и насекомыми да к тому же не зря слывут народе сладкоежками так как они любят полакомиться медком в природе медведи всегда занимали особое привилегированное положение несмотря на то что по соседству с ними всегда жили другие более свирепые хищники косолапые значительно превосходили их в размерах и поэтому никого не боялись так было до тех пор пока не появился человек несмотря на то что медведи очень крупные животные особой опасности для человека они не представляют конечно не считая белого и бурого но все-таки считаются хищниками а значит при встрече с косолапами надо соблюдать осторожность а лучше вообще постараться не ходить возможных местах обитания этих зверей несмотря на внешнюю неуклюжесть косолапые в естественной среде бывают очень агрессивными и нередко нападают на двуногих поэтому встреча с таким огромным зверем в лесу может окончиться для человека печально особенно надо обходить стороной медведей шатунов и медведицу которая защищает детеныши поэтому если собираетесь в лес за грибами и ягодами а если зимой по поручению за подснежниками помните что рядом может бродить медведь причем необычный а медведь шатун голодный и злой и на раз-два вами перекусит даже если вы хороший и добрый человек хотя в большинстве случаев медведи больше страдают от людей и не спасают огромные размеры и нередко устрашающий вид именно человек является одной из главных причин того что сегодня некоторые представители медвежьего семейства находятся на грани вымирания а многие уже давно исчезли с лица земли сначала люди охотились на медведей за шкур и мясо потом начали безжалостно вырубать леса которые были для этих животных домом человек истребляет медведи для получения жира и желчи которые широко используются в быту так например в китайской и японской медицине эти вещества применяются при лечении заболеваний кроме этого уничтожают медведей просто ради удовольствия ведь охота на этого могучего зверя издавна считалось развлечением сейчас хищников отлавливают для зверинцев и зоопарков а также используют цирковых представлениях и различных шоу в двадцатом столетии численность медведей резко уменьшилась поэтому были введены ограничения на отстрел этих хищников сегодня некоторые виды медвежьих занесены в международную красную книгу потому что находится на грани исчезновения таковым относятся белый очковый и гималайский медведь а также большая панда и беруанг панд на земле осталось около двух с половиной тысяч а беруангов и того меньше медведи постоянно сталкиваются с различными угрозами включая потерю среды обитания браконьерство и изменение климата их численность продолжает сокращаться что вызывает серьезные опасения для сохранения этих удивительных существ многие организации по сохранению дикой природы работают над защитой медведей и их среды обитания кроме того проводятся исследования направленные на изучение поведения биологии медведей чтобы разработать более эффективные стратегии сохранения спасение медведей это не только вопрос сохранения отдельных видов животных но и охраны целых экосистем это также символ борьбы за сохранение дикой природы и биологического разнообразия нашей планеты и мы надеемся что усилия по спасению медведей принесут успех и позволят этим удивительным существам продолжить свое косолапое существование на нашей земле смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами канал планета земля